Ну что вот так незаметно подкрался 37-й год, репрессии идут полным ходом. Новость последних дней. В больнице умерла дочь члена Совета Движения «Открытая Россия» Анастасия Шевченко, которую обвиняют по первому в стране уголовному делу о нежелательных организациях. По статье 284.1 Уголовного кодекса РФ Дочь Шевченко попала в реанимацию 30 января. Сначала ее мать не могла посетить, так как находилась под домашним арестом. То есть ее не выпускали из дома для того, чтобы посетить дочь в больнице. Анастасия Шевченко, чтобы вы понимали, первая, кто преследуется по статье об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России. Настя Шевченко имела троих детей, 14-летнюю дочь Владу, 7-летнего Михаила и 17-летнюю девочку-инвалида первой группы, нуждающуюся в постоянном уходе. Девочка находилась в специальном интернате. Несмотря на то, что эта женщина имела трех детей, все несовершеннолетние, судья отправил ее под домашний арест. Преступление этой женщины, еще раз повторяю, заключалось в перепосте и дискуссии в Фейсбуке. Ну, такая вот опасная преступница. Предложение освободить Настю Шевченко под залог. 500 тысяч рублей было отклонено. Анастасии запрещено было выходить из дома, использовать телефон и выходить в интернет. Проблема в том, что квартира, в которой она находилась, ее ей предоставила предприниматель Наталья Крайнова, была новая. Там не находилось никакой мебели и никаких предметов быта. Активистка заявила, что инспектор ФСИН уже неделю отказывает рассмотреть ее просьбу о поездке в интернат к старшей дочери-инвалиду. Только 30 января следователи позволили ей навестить умирающую дочь в реанимации и находиться с ней до 18 часов 1 февраля. Затем они ее снова отвезли в эту самую квартиру. Почему матери, находящиеся под домашним арестом, не позволили находиться рядом у постели умирающей девочки, у нее была проблема с бронхами и в конечном счете остановилось сердце. Вот почему ей не разрешили находиться в последние минуты рядом со своим ребенком, это невозможно объяснить. Это буквально за гранью добра и зла. По большому счету дело Анастасии Шевченко, конечно же, политически мотивировано. Давление на организацию ее членов Открытой России под руководством Михаила Ходорковского очевидно. И когда меня спрашивают, кто подходит под политические статьи, вот такие случаи бесспорно подходят. Без каких-либо комментариев под политические статьи эта женщина получит политическое убежище, если она этого захочет. Вот две фотографии предлагает сравнить Владислав Наганов. На первом фото мать троих детей Анастасия Шевченко, да, вы видите, которая политически преследуется за участие якобы в нежелательной организации. Ничего не доказано, просто чисто сплошные обвинения. На втором фото сенатор, член Единой России Рауф Арашуков, про которого говорят в последнее время. Обвиняемый в участии в преступном общественном давлении на свидетеля и убийстве, а также взятках в особо крупных размерах. Две фотографии. Вот это реалии современной России. Снизу сидит подозреваемый убийца, казнократ и взяточник, спокойно сидит в окружении своих адвокатов, улыбается. А сверху мать троих детей, которые заламывают руки и не пускают ее к постели умирающего ребенка. Это, господа, современная Россия. До каких пор это будет продолжаться так, зависит только от жителей этой страны. Никто, в том числе и политические лидеры, не предлагают никакого движения. Они не предлагают вообще никаких действий против подобных вещей. Вот почему нет реакции на такие события, способные всколыхнуть страну, непонятно. И последняя новость на сегодня. Анни Павликовой, как вы помните, это две девочки, мамы которой добились, чтобы их выпустили из СИЗО. Анна Павликова и Мария Дубовик. Помните, да? Некая группа с новым величием, когда человек из ФСБ сам создал эту группу, сам подбил этих молодых, сам разработал указ, затем сдал их всех. И теперь, в последней редакции обвинения, Анне Павликовой грозит 10 лет колонии. И Марии Дубовик грозит 10 лет колонии. Хорошие девочки, студентки, умницы, никогда ничем подобным заниматься не собирались. Просто случайно, вместе со своими парнями, оказались в этой группе в Макдональдсе. И за это им грозит 10 лет колонии за якобы создание экстремистской организации. Субтитры создавал DimaTorzok